В Ярославский лес пришли ревизоры, сегодня они патрулируют лесные участки. В рейд отправился и мой коллега Дмитрий Жданюк. Дима, я тебя приветствую. На что делают акцент в ходе проверки? Радует, но такие рейды все равно должны проводиться. Перед началом противопожарного сезона инспекция департамента лесного хозяйства ходит по лесным массивам и смотрит за остатками деревьев, так называемым валежником, который в любой момент может вспыхнуть, на это делается акцент в рамках сегодняшнего мероприятия. Надо сейчас разъяснить всем нашим телезрителям, что такое валежник. Это остатки спиленных деревьев, уже не ликвидные, их нельзя использовать для деревообработки, но в любой момент при попадании искры или при непотушенном костре они могут вспыхнуть и уже масштаб катастрофы лесной будет огромный. Поэтому сейчас идет активная борьба с ним. Что интересно, с 1 января 2019 года валежник смогут собирать все жители Российской Федерации. Будет принят специальный федеральный закон. Его можно будет использовать, например, в качестве перегноя на дачных участках или на любых других, где что-то можно выращивать, или в качестве дров, потому что все равно сжигать их можно. Я уже сказал, что они хорошо горят. А пока в течение полугода валежник по-прежнему собирать нельзя. Это карается штрафом, административной ответственностью. Поэтому в любом случае, пока сейчас такие мероприятия будут проводиться, будет этот валежник убираться. Потом уже, в том числе и в помощь лесничим, люди смогут приходить в лес, смогут собирать и смогут тем самым очищать пространство лесное от остатков деревьев. В настоящий момент мероприятие продолжается. Представители департамента продолжают лесную инспекцию. Все подробности в ближайших выпусках программы «День в событиях». Александра, тебе слово. Спасибо. На прямой связи со студией из лесного массива был Дмитрий Жданюк.